Камаз, подъемный кран и несколько пар рабочих рук. Озеленители времени даром не теряют. В советском парке высаживают сосны. Кроме этого, здесь уже появились черешчатые дубы, рябины, яблони, кусты барбариса. В парке 30-летия ВЛКСМ высадили ивы, лиственницы и ели, маньчжурский орех и березы, кустарники шиповника и степного миндаля. Поливают саженцы по мере необходимости с помощью специальной машины. Около половины саженцев выращены в Омске. Питомники парка 30-летия ВЛКСМ. Еще часть привезли из Тамбовской области. Посадки идут планомерно. Старые деревья спиливают, молодые высаживают. В этом году должны заменить 2,5 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников. Но этого мало для озеленения Омска, говорят рабочие дорожного хозяйства. Мы высаживаем, как я сказал, 2,5 тысячи деревьев, а в 60-е годы их высаживали сотнями, ну десятками тысяч точно. 20-30 в год тысяч высаживалось. 62-61 года. Поэтому очень тяжело нам их догонять. Но в любом случае работа по сносу также продолжается. То есть мы также порядка трех тысяч пилим, сносим и, ну, наверное, тысяч 10 кранируем. То есть все сразу снести, конечно, можно, но тогда город как бы будет голый, как бы люди не поймут. Мы ведем постепенную замену. Постепенная замена деревьев недовольны и прохожие. Зелени в городе почти нет. Сходятся во мнении Амичи. Все ободрали. И потом зря тополя уничтожают. Они сохраняют, влагу берут, как насосы. И пыль убирают в городе. А у нас придумали, что тополя – вредная для здоровья пыль. Она всего две недели, это, ух, бывает. Но он очень полезный для здоровья. А у нас все наоборот. Было больше зелени, много вырубили. Вырубили и взамен новые не посадили. Ну, вам какие деревья вообще нравятся? Ну, березы, тополя, которые вот эти пирамидальные, как в Краснодарском крае. Ну, в принципе, любые, даже кустарники, черемуху вот сажают, ее культурно культивируют, культурно стригут. Она тоже красивая черемуха. Раньше здесь вот было посередине клумбы с гладиолосами, а сейчас машинам где-то надеваться. Мы привали победу, все деревья посрезали, повырубали, а новые посадили. Все засохло. Места, где в будущем появятся молодые саженцы, озеленители согласовывают заранее. Территория должна быть без подземных коммуникаций, дорожных знаков и светофоров. Сначала проводится топонимическая съемка, согласование озеленения с собственниками и только после этого высадка саженцев. Любовь Федорова и Юрий Дорошенко. Антенна 7.